ЗАПРОКАСТ Добрый вечер, дамы и господа, начинаем с завтрака с номер 235. И снова, как всегда, в виртуальной студии его бессменные ведущие... Баба Ягодка опять. Спасибо большое. Его бессменные ведущие Дмитрий Замбак, это я. Тимур Сефельмлюков, это вот Баба Ягодка сегодня у нас. Баба Ягодка. Ну скажи хоть что-нибудь, ну мявкни там, ну... Слушайте, я могу сказать, что если вы думаете, что слово Баба это ругательство, то не забудьте, что главного героя сериала Си видеть зовут Баба Воз. Ты знаешь что? Баба Воз, б***ь. А я напоминаю, что у Джона Уика погоняло Баба Яга. Да, Баба Воз это, если что, знаете, такая типа семерка ушатанная. Это Пульси Вагон, камон, это просто перевод орус. Это Пульси Вагон, господи. И смеется на заднем плане Максим Зарецкий, если что, да. Да, я главная телезвезда нашего подкаста, да. У нас сегодня такой состав, а 235 выпуск говорит нам о том, что предыдущие 234 выпуска были не очень, их можно не слушать. Если вы пришли к нам недавно, или не знаете, кто мы такие, то мы вам сообщим, мы трех*** из интернета, которые просто делятся с вами новостями, какими-то впечатлениями и прочего, и прочего. А за это люди нас любят и говорят, что, пацаны, спасибо вам большое, доехал из Твери в Нижний Новгород за ваши 6 часов, замечательно, очень прекрасно. На собачьи упряжки, да. Можно, пожалуйста, еще раз пешком доехал, имею в виду. Да. Мне в этом плане очень нравится, когда нам люди пишут замечательные вещи о том, что, типа, я прослушал все завтракасты, даже 6-часовые, там, все прослушал, вот. Теперь, короче, взялся за ТТКД, вот. Очень смешно вас, ребят, на самом деле, там, типа, смотреть спустя, там, 2 года, потому что вы такую х***ю говорите. Что поделать, что поделать, да. Мы 235 выпусков уже пишемся, уже надоели все наши подводки, надоела вся вот эта история с переменниками. Давайте прям с места в карьер заходим и... Слушай, я не согласен категорически, потому что, на самом деле, все вот эти подводки, перемигивания, шуточки, прибауточки и прочие штуки, они, на самом деле, знаешь, чем крутые? Дело в том, что есть огромное количество различных радиопередач, которые существуют, там, по 10-15 лет, и люди, там, знаешь, грубо говоря, ведущие взрослеют, да, там, типа, и взрослеет их аудитория. И люди уже привыкают к тому, что к доброму времени суток, понимаешь? Как, простите меня, пожалуйста, но люди реально привыкают к этому, да, понимают, что вот есть аудитория, там, у того же самого, там, гоблина, да, который вот знают все его шутки, паутки. Я вас категорически приветствую. Да, вот эти всякие штуки и прочее, и, как бы, ну, можно отрицать это сколько угодно, или говорить, что, там, тебе не нравится, или еще что-то, но это, на самом деле, работает совершенно нормально, потому что люди привыкают к тебе, к твоим шуткам, к тому, что ты как делаешь, что ты говоришь, как у тебя, там, структуры передачи, там, и так далее. А потом ты берешь, делаешь новый проект, и все говорят, фу, скатилось. Кстати, о наших новых проектах. У нас сегодня замечательная рубрика «Новости завтра каста». И в ней мы поговорим о том, почему уже два с половиной года мы не можем выпустить «Старикас» номер три. «Старикас» три, у него тяжелая история, знаете, как у ребенка, которого отдали в детдом. Не-не-не, это как на той картинке, знаешь, там, типа, вышел «Апекс Леженс», и там «Фортнайт» такой... А чувак уходит за стволка и застреливает его, да. Вот примерно так это выглядит. У нас с «Старикасом» примерно так произошло. Мы его пристрелили, он не выйдет никогда. Чего бы вам там Тимур не говорил. Он сейчас будет говорить, что... А если он выйдет, то ты, получается, напи***ал, что ли, да? Нет, братан. Понимаешь, вот если он выйдет, тогда получается, что ты напи***ал. А если он не будет выходить никогда, то ты просто откладываешь, как бы, дедлайны. Ребят, вы помните, что Гейбен Ювелл говорит, когда его спрашивают про Half-Life 3? Что он говорит? Что, типа, мы работаем над новыми играми. Да, вот так и надо. Мы делаем новые подкасты. Да, мы делаем новые подкасты. Во вселенной «Старикаста» три. Да, во вселенной «Старикаста» три. Да, во вселенной «Старикаста». «Старикаст» аудио-юниверс. Класс, мне нравится. Да, как бы, это «Юнайтед Юниверс» и вот это все. Короче, в общем, ребят, мы хотели сказать, что, на самом деле, у нас же еще один интересный довольно проект прямо сейчас происходит. Мы про него уже рассказывали. Мы совместно с MyGames от Mail.ru Group, соответственно, вместе с Гуглом, они организовывают мероприятие, а мы помогаем им с трансляциями немножко вести, который называется «Геймдрайв». Точнее, «Геймдрайв» — это даже конкретно их проект целый специальный по акселерации игр. В основном, конечно, для мобильных разработчиков, но консольные и ПК-релизы они тоже рассматривают. Если что, так что там приходите, они там смогут с вами поговорить, обсудить и прочее. Дело в том, что эти мероприятия довольно классные тем, что там приходят довольно крутые специалисты, которые, соответственно, рассказывают очень интересные инсайты. Вот. В этот раз, например, во втором выпуске, который у нас вышел... Тетка из Гугла была, которая... Про Гугл Плейстор или как он там называется? У нас тетка... Приходила очень крутая Кристина из Гугла, которая рассказывала о трендах в Гугл Плейсторе, о том, какие разработчики... Как читать KPI. О том, самое главное, как разработчики выбирают свои сеттинги, выбирают концепты игр. Какие концепты игры сейчас хорошо заходят, какие не очень. Что сейчас вообще в целом из игровых механик хорошо заходит, что не очень заходит. Какие гибридные механики тоже неплохо заходят, а какие не очень. И так далее. Ну, то есть, к нам пришла куча крутых специалистов, которые поделились огромным количеством инсайтов, в том числе про прототипирование игр, про выбор механик сеттинга, концепты игр и прочих вот этих всех вещей. И это, на самом деле, очень классно, как бы если вы являетесь молодым разработчиком игр или если вы являетесь, соответственно, там, типа работником агентства или маркетологом, который работает, соответственно, с продвижением игр, то это, на самом деле, реально очень крутой материал, потому что там делится тем, что вот так просто в открытом доступе не лежит никогда. Вот. И плюс там, соответственно, каждый раз, когда мы в лайме выходим, у нас, кстати, скоро тоже будет трансляция, следите за новостями, там могут ответить на вопросы, соответственно, опять же, по всем этим инсайтам, рассказать вам там и про прототипирование, про KPI, про тестирование креативов, про валидацию механик, валидацию сеттингов, вообще про что угодно. Вот. А следующий выпуск будет про монетизацию и про выборы различных схем монетизации, как ее докручивать, засетапивать, как бы что лучше выбирать для какой игры. И поэтому, если вы вдруг делаете какую-то игру, и вам это интересно, то вы можете на следующей трансляции об этом спросить. Вот. Короче, очень крутой. Мы фиксируем в наших соцсетках, так что по времени, по ссылке следите за нашими соцсетями, там все будет. Да. А еще, кстати, крутая штука, мы хотели тоже рассказать вам, потому что внезапно, несмотря на то, что мы во всех соцсетях об этом написали, некоторые люди как бы, ну, или не читают наши социальные сети, или там, типа, пропускают мимо ушей, потому что, ну, естественно, пост в Телеграме там был, да сплыл, и все. Вот. Короче, мы же теперь выходим в Spotify в России. Мы и до этого, в общем-то, выходили в Spotify долгое время, и большое количество людей, которые живут, наши слушатели в Германии, в Израиле, в Великобритании, в США, они нас слушали там. А теперь их, соответственно, нас можно послушать еще и в России. Причем я могу сказать, что старт Spotify вообще был довольно крутой для нас, потому что всего за несколько дней у нас показатели, многие выросли там просто астрономически, потому что, например, ну, у нас там были вообще показатели прослушивания в целом такие, типа, на уровне по статистической погрешности, ну, типа, там, до тысячи прослушиваний на выпуск, вот. А теперь у нас последний выпуск, который там был, там вообще три тысячи прослушиваний, типа, разом по тысячу там, то есть в три раза просто по прослушиванию повысились. И количество подписчиков у нас там тоже выросло, там, на треть, вот, очень быстро, буквально за, там, типа, три дня, вот. Короче, я могу сказать, что это классно и успешно, и вообще круто, и если вы пользуетесь Spotify, как и мы, вот, то, в принципе, это довольно крутая штука, типа, для того, чтобы в одном месте, соответственно, слушать и подкасты, и музыку там, и что вы хотите. Замечательная рубрика, которую придумал я, и которую я всегда буду говорить о том, что это лучшая рубрика, которую придумали в Завтра Касте. Просто обсуждаешь слухи, которые могут вообще никак не подтвердиться, а потом у тебя чуваки из Xbox R просто берут и пи***ь, и ты. Так, расскажи, пожалуйста, про GTA 6 что-нибудь есть на этой неделе? Нет, у нас есть про GTA, но это не GTA 6. Да. У нас есть разные слухи, но самый главный слух недели, наверное, ну, то есть, для меня, по крайней мере, это было самым главным слухом недели, о том, что Silent Hill, Кодзима, Sony, МГС, Блюпойнт, Блюпойнт, в общем, вы поняли, мы опять будем это обсуждать, опять. Да, то есть у нас снова Кодзима, ты про это что ли? Мы ходим по кругу, мне кажется, что, ты знаешь, уже те люди, которые говорили про все эти слухи, они уже давно вымерли, не знаю, там с ними что-то произошло, и новые люди приходят на их место, и такие, типа, блин, а вот было бы классно, если бы сделали новую сайту, ремейк Метал Гира, и ты такой, да. Дим, как говорил герой одной серии, которую мы сегодня еще обсудим, я говорил тебе, что такое безумие? Да, да. Короче, история в следующем, есть такая компания, которая называется Virtus, Virtus, китайская студия, которая специализируется... Не китайская, пожалуйста, сингапурская студия, сингапурская она. Извините, простите, пожалуйста. Это разное. Мне кажется, что в новости на скриншоте, в новости на скриншоте написано The Chinese Firm, из Word. А-а-а, при этом все такие, да, Сингапур, Китай, Япония, косоглазые, а, стоп, мы толерантные. Чувак, вот хочешь прикол, например, есть приложение для изучения английского, называется Evo, русское, российское, да, но инкорпорированное-то они в Сингапуре? Нет, Virtus реально сингапурская студия, там у них реально головной офис, и они там не юридические, у них там студии, но их, понимаешь, их китайцами называть очень странно, потому что это очень большая сетка, аутсорс, то есть давайте мы сначала расскажем, что такое Virtus. Virtus, чтобы вы понимали, это не какая-то студия, сидящая в Китае, это сеть студий по всему миру, включая Европу, США, Южную Америку, Китай, Азию, включая Сингапур, которые занимаются... Это чуваки, которые занимаются аутсорсом всякого разного ААА говна, в том числе для Sony, то есть они делали Horizon Zero Dawn, помогали делать, они помогали делать Killzone Shadow Fall, они помогали очень долго. Максим, это идеально вписывается в слово ААА говно. Да, естественно, всякую ААА киношную парашу, как МГС-3, например, да. Короче, история в том, что у одного из бывших сотрудников этой компании, да, на Линкедене спалили следующую историю, что якобы он работал над некой игрой, ААА проектом, экшен-адвенчер, написано там ремейк, то есть как бы сразу, сразу такие, хм, это ремейк Саленхила или ремейк Металкиера, хм, давайте подумаем, что это может быть. И история в том, что якобы он добавлял возможность в движок, чтобы все это работало на современных системах и работало в 4К, и об этом сразу стали говорить, что, блин, наверное, это какая-то старая игра, ну, то есть это вряд ли какая-то прям супер-упер новая игра. Хочешь гипер-хот-тейк просто? Такое прям горячее взятие, просто левел боженький. Как бы ты вот отучить тебя говорить хот-тейки, я даже не знаю. Хорошо, давай его прям сейчас приготовь, приготовился, пристегнул черепную порогу. Давай, я готов, я готов. Давай, давай! Это ремейк Который для PlayStation. Кстати, я честно вам скажу, проблема в том, что вот этот слух про то, что якобы Virtus делает MGS3, и здесь нашли еще какой-то ремейк в портфолио, это можно, я не знаю, посмотреть вакансии на сайте, например, какого-нибудь спирсофта, который делает, блять, ебанное, все в AAA, в какой-то мере, он параллельно делает и Battle, и Call of Duty, и даже Halo Infinite, то есть, это большие студии аутсорсеры, они делают вообще все в индустрии, и поэтому, наверное, действительно, они что-то делают, может быть, это что-то даже про MGS, проблема в том, что далеко не факт, что это делают они, они просто там вот как рабы, то есть, джунгли моделируют, я не знаю, там, метал гиров моделят, еще какое-то говно, текстуры рисуют, а кто собирает проект, ну, это уже другой вопрос. Но здесь же, ты же понимаешь, что чувак, если software-инженер, и он пишет конкретно, чем он там занимался, они явно делают не асеты. Ну, они помогают и с геймдизайном, и с программированием. Там прям явно как бы то, что написано, это подразумевает, что они сами работают. Ну, не знаю, я не думаю, мне кажется, это мисс-репортинг с той точки зрения, что у VGC, у этого чувака британского, оказалась реально достоверная информация, но тут есть легкий момент с натягивания совы на глобус, потому что они явно ей владеют не до конца. Можно я еще вам... Я не навижу слово hot take. Не-не-не-не. Другой hot take. Хотите? Это ремейк, ну, якобы ремейк, да, какой-то старой игры. Якобы добавляют возможность в движок, 4К там и так далее. Возможно, улучшают что-то и так далее. Я вот открываю LinkedIn, и над чем работала студия до этого, как вы думаете? Ну, то есть вот Virtus, над чем работала? У них очень много проектов, на самом деле. Она работала над Dark Souls Remastered, первая часть, Outer Worlds переиздавали на Switch, на Bioshock Collection она работала. Я такой, хм, Bioshock Collection, говорите, да? Недавно была история из утечки NVIDIA, что в нем, в GeForce, в GeForce Now был целый список того, какие игры могут выйти теоретически на этом сервисе. Мы об этом говорили пару подкастов назад. Это не GeForce Now, это список всей NVIDIA. Ну да, да, да. И история в том, что, представьте себе, если это Bioshock просто с поддержкой RTX'а, и 4K, и переиздание на современных платформах. Целых 3 года делали. Почему бы и нет? Но мне кажется, что в любом случае Virtus что-то пилят. Мне нравится версия Тимура про Котор, потому что сам VGC говорит, что это вряд ли MGS у него в профиле, потому что, по нашей информации, MGS 3, ремейк, который они делают прямо на суперранних стадиях, над ним не работают 2 года. Вот. Другой момент, который неожиданно всплыл вот на фоне всех этих слухов про то, то, что типа Konami делает MGS с китайцами, тайваньцами, сингапурцами, хер разница, это то, что сайт Gematsu, Gematsu это сайт, который ведет один-единственный человек, он переводит новости с японского, он ведет очень качественно, и он вообще практически никогда не пишет инсайдов, то есть для него это супернесвойственно, он тупо репортит новости. И когда он делал перепечатку новостей про собственный МГС, он добавил, что согласно его источникам в японских кругах разработки, они у него там реально есть, потому что он этим занимается в свыше 10 лет, якобы, новый Silent Hill реально делают, его делает якобы действительно Кодзима, более того, он и делает это на деньги Sony. Мимо этой информации можно было бы пролететь, вообще не замечая, как про слухи GTA 6, но я просто знаю чувака, который ведет Гематсу, и он никогда не вбросит такую херню ради кликов, просто это не его стиль, принципиально. Все когда-нибудь происходит первый раз, Максимка, но подкрепляя твои слухи, знаешь что? Интервью на ирландском радио. Радио. Да. Радио. Радио называется WRFM, и там прошло интервью с певицей Эйвой, ее так зовут, Эйва, Ава, пишется, Ава, настоящее имя Эйба Макмейен, и она вокалистка в группе Celtic Woman, в общем-то, эта группа исполняет всякие там песни на ирландском, на древнеирландском, на шотландском, на британском, английском, на американском, английском, ну то есть все подряд. и в основном они такие в жанре фолк поют песни, и прикол в том, что она говорит, что якобы будет новая игра, вроде это масштабная игра, но поскольку девушка, ну, не особый игрок, не геймер, да, не геймер, то она такая, типа, ну мне сказали, что игра клевая, типа, классная, и это ремейк старой франшизы PlayStation. Да, это ремейк очень любимой старой франшизы PlayStation, причем с ней связался какой-то мюзикл-директор, ну то есть это человек, который, в общем-то, организует запись музыки, ищет вокалистов, ищет оркестр. Майкл Маглин его зовут, он композитор. Майкл Маглин, я немного покопал, кто это такой, и он реально связан с Sony, он реально с ними работает в качестве вот человека такого миддлмена, вот, и ей нет никакого резона врать, ему так тем более, да, то есть, там все сходится, и поэтому мы с Димкой ставим на МГС, потому что The Best Is Yet To Come пелся вообще-то на гаэльском. На секундочку. Да, просто подумайте о том, с какой, интересно, франшизой от Sony у вас ассоциируется ирландский язык. Ну, с какой? Да не с какой. Вообще, как бы такие, типа, песнопения а-ля Skyrim какие-нибудь, и а-ля там вот, как ее там звали? Короче, я думаю, что это Heavenly Sword. Энни ее звали. Я думаю, что это Heavenly Sword, может быть. Heavenly Sword. Ты знаешь, какая теория ходит на Росатере интересная? Что это Wild Arms? Wild Arms? Нет. А она предложит не Скворечник или случайно? Нет. Не знаю. Нет, Wild Arms это прям совсем глупо, потому что это надо вообще, она же вообще двухмерная. Ну, так, такая полудвухмерная. Я все равно считаю, что мы рано или поздно увидим и МГС и Silent Hill от Буобер Тим и китайской студии. Это будет гача на мобилы. По поводу Heavenly Sword я могу сказать так. Ты не забывай о том, что те, кто делали Heavenly Sword, сейчас принадлежат Microsoft. Да, да, да. Тут есть еще один важный слух напоследок про этот весь Кодзима Патт. Это то, что Virtuous, помимо всего прочего, работает не только над ремейком МГС 3, они еще делают обновленные версии старых МГСов, которые они якобы где-то выпустят. И мне кажется, учитывая в последнее время, как Konami выпускает свои игры, я вполне уверен, что очень скоро, в ближайшие полгода, мы, наверное, можем ждать анонс какого-нибудь МГС 2 в Apple Arcade. Konami вполне могла насмотреться на успехи Final Fantasy VII ремейк, всяких там остальных ремейков и такая, типа, блин, а чем мы хуже? Давайте тоже ебанем ремейк. И пошли, вполне возможно, что не к каким-то суперкрутым чувакам, типа там, Блюпоинта условного, или как, например, Microsoft взяла, собрала свою собственную команду и частично Saber делала как бы ремейки, частично своя собственная команда для Halo, там, Master Chief Collection. Вот. И мне кажется, что в этом случае вполне возможно, что Konami могла просто пойти к такой небольшой, не самой дорогой студии Virtuos и сказать, что, типа, ребят, ну что, можете? Они такие, б***ь, ну можем. Да что, давайте, короче. Они говорят, да, типа, там, давайте 15 миллионов долларов. Они говорят, а за один сделайте? Они такие, б***ь. И мелочи из кармана такой высыпают, знаешь, маленькие монетки, которые от починка остались, да? А давайте, мы, починка, жетонами, да, давайте заплатим. И, короче, те такие, почесали, и поискали, ну, короче, давайте не ремейк, а ремастер. Ну, типа, там, 4К. Да, на iPad. iPad сделаем, да, типа, а Канами сразу такие, типа, а гача будет? Они такие, в смысле гача? Ну, в Metal Gear'е. А как там гача? Ну как, вот починка же сделали, и вы тоже сделаете. Они такие, блин, а как, а что, а как? Metal Gear'e гача. Давайте, давайте немного, ну, то есть, как бы, приземлим, да, дискуссию. Смотрите, представим себе, что это действительно, там, какой-нибудь условный Metal Gear. А вы что ждете от ремейка? Потому что мне кажется, что это будет не ремейк, а какой-то, типа, такой плюс-минус ремастер. Вот как сейчас, например, вышел Alan Wake Remastered. Его сложно назвать ремастером, потому что это, по сути, новая игра. Да, собранная на новых, б***ь, ассетах, но со старыми, типа, идеями, со старого стилистика уровня, со старым всем. Но модели новые, спецэффекты новые, движок новый, все, б***ь, новое, освещение новое. Понимаешь? Я бы не ожидал какого-то ремейка в стиле Demon's Souls или Final Fantasy ремейка. Я вообще вам скажу, что абсолютно все новости вокруг Konami надо воспринимать, правильно воспринимать так, даже если это суперправдивые инсайды, готовьтесь к худшему, и вы не будете разочарованы, потому что это Konami. А если что-то получше выйдет, ну что ж, тогда вы приятно удивитесь. Вот примерно так это надо воспринимать, потому что, ой, ремейк МГС-3! О, нет! Переиздание PS2-версии в Apple Arcade, а если будет что-то получше, ну тогда мы порадуемся. Вот примерно так это можно снимать. Слушайте, говоря еще про Bluepoint, то, что они там не наскребли денег Konami, но Bluepoint в итоге наскребла Sony. Bluepoint якобы делает что-то по Bloodborne, и информация идет от Кольна Мариарти. Это журналист, который раньше вел несколько официальных проектов вместе с PlayStation. Сейчас у него свой подкаст у вас стенд. Он, по-моему, вел официальный подкаст PlayStation, который у них на блоге выкладывался. Да, с Грэгом Миллером они вместе его вели. И здесь, опять же, понятно, что это все надо пропесочивать. Опять же, слух про Bloodborne, господи, хуже, чем слух про GTA. Кстати, про слухи о GTA. Да, да, слухи о GTA оказались не слухами, потому что изначально история была такая. Для лунчера Rockstar Games Social Club вышло обновление, в котором датамайнеры тут же на датамайнили иконки, логотипы, даже фаны. Ремастеров GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Там еще и трофеи тоже. Трофеи нашли. Вообще, в принципе, вытащили почти всю инфу, кроме, собственно, скриншотов. После чего игру, наконец-то, официально анонсировали. GTA Trilogy, Remastered Collection. Все это говно выйдет по цене в 70 долларов когда-нибудь в ноябре. Ничего не показал. Серьезно? На PS5, на Xbox, 70 баксов будет. Три игры. Три игры воно. Часов на 300, понимаешь? Одна игра 20-летней давности, другая игра 15-летней давности, третья игра 12-летней давности. Ремастер. Интересно, что, какая инфа, вот буквально перед записью подкаста я прочел большой пост на Reddit, который лично у меня вызвал доверие, хотя хер его знает, это же Reddit, где чувак рассказывал вообще, что это будут за ремастеры, то есть они перенесли абсолютно все на Unreal Engine, они хотели сделать это на Rage, но поскольку рендервер говно собачье, а на Unreal уже есть готовые инструменты для портирования, они решили выбрать Unreal. И поэтому игра выйдет не только на большие платформы, но еще и на мобилки, потому что это Unreal, она выйдет на Switch, они будут делать там более такое клевое освещение, они пройдутся нейросеткой по текстурам, самое главное, что он говорит, что они в катсценах переделали анимации лица, они теперь более живые, переделали сами лица, и теперь у персонажей не руки-кулачки, помните эти? Да. Замечательно. Руки-кулачки, а теперь у них нормальные пальцы анимированные, и это, в общем-то, большая часть изменений будет такого плана, то есть они совсем крыжовые моменты. У самолетика Додо крылья переделали, мне вот интересно. Чтобы он полетел. А у вертолетика, а у вертолетика Vice City. А там небось просто будет кнопка долететь, и он долетает. Да, выполнить миссию. А школа полета в Сан-Андреасе поменялась? Ну, школа полета в Сан-Андреасе была не такая сложная, как вертолетик и куча Додо. Так что, как бы... Додо вообще пи***ть. Мы, я помню, в свое время сидели с моим другом Мишкой, короче, у него дома, он только-только себе получил GeForce MX то ли в 2, то ли в 3, по-моему, в 3. 2. 2 MX, 2 MX было. GeForce 2, MX 440. Охуенно. У меня такая же была. Да. И, короче, и мы на нем запустили GTA 3 и он так охуенно выглядел, мы просто были вообще в восторге. И, соответственно, мы находим этот сраный Додо и пытаемся... Мы весь вечер пытались на нем взлететь. Да, это все-все-все. У нас просто не получилось. Это травма детства. Это все нормально. Представим себе, что выходит вот эта трилогия и все три игры выглядят так же, как они выглядели, б***ь. Ну, то есть, ничего не поменялось. Графон, б***ь, тот же самый. А поменялось только движок, может быть, где-то местами чуть-чуть освещения и управление современное. Потому что, напоминаю, что в оригинале управление просто п***ец. То есть, вот все, что поменяется. Вы будете покупать это за 70 баксов? Знаешь, ну, ты купил Mass Effect Legendary Edition? Есть большая разница. Mass Effect, во-первых, он со всеми DLC, со всей х***ой. Какая б***ь? Здесь тоже будет со всеми DLC. Да, тебе чай на Town Wars б***ь, фоткнут туда или что? Какие, какую х***ю? Хот кофе обратно засунут, б***ь, в San Andreas, да? Слушай, я уверен, что туда еще напихают как бы кучу всякого говна, как бы, чтобы было, в общем-то, прикольно в это во все поиграть. Тем более, это большие жирные игры. Нет, нет, братан, снись планочку. Я тебе говорю, снижаем сегодня планочку. Никаких вот этих вот, типа, сейчас, б***ь, сделают круто. Нет, тебе сделают через жопу, будет полное говно, 70 баксов платим. А если сделают круто, порадуемся, потому что я бы не против вайсси теперь пройти, честно вам скажу. Да, ну нахуй. Я не готов играть настолько старые игры. Вот если чуть-чуть обновят кеймплей, ну, то есть там, плюс-минус делают получше стрельбу, получше вождение, может быть, получше полеты на е***ом вертолетике, ну, вдруг. Вот. Я, может быть, тогда, да, заинтересуюсь, а так, ну, извините, нет, нахуй, у меня ещё пятая часть не перепройдет. Ну, я пятую часть, кстати, очень хочу вернуться. Надо ждать. Надо ждать PS5. PS5 версию. Да, я жду версию PS5. Аналогично тоже. Слушайте, я, кстати, хотел важный момент сказать, тут Rockstar предупредил, что как только в ноябре выйдет, соответственно, вот этот новый трилоджи-ремастер, вот, все три части игры, которые вы покупали до этого в сторах, они исчезнут из сторов. Вы не сможете их больше купить. Они станут теперь только частью, соответственно, ремастера, вот этого трилоджи. Вы сможете купить только трилогию. Так что, если вдруг, на всякий случай, типа, вы там не покупали эти игры по цене овса, вот, на любимой платформе... Они не по цене овса стоят, Тимур. Чувак, они периодически бывают по цене овса. но вот сейчас, если ты зайдёшь условно... Они на PlayStation, они на PlayStation иногда продаются там вообще за пару сотен рублей. Ни в коем случае не покупайте их на PlayStation. Вообще, да, потому что они бегают через эмулятор и бегают абсолютно отвратительно. Более того, там ни хера не оптимизировано нормально, ни управление, ни вайтскрин, это сплошная боль, к сожалению. Ну, в общем, как хотите, но имейте просто откложите себе эту информацию, что условно в ноябре, когда выйдет... Уже сняли, кстати. У вас... А, уже, да, короче. А, ну всё, тогда типа до свидания. Вот, но в любом случае, я считаю, что это не самый лучший шаг, конечно, но посмотрим, в каком виде всё это выйдет и будет доступно в сторону. Кстати, мы хотели немножко расслабить ваши булки, пока вы слушаете, соответственно, наши замечательные слухи недели, и я хотел с вами поделиться. Тут очень крутая вышла статья. Научная статья. Научная статья. Научная статья от итальянских учёных, которые проверили с помощью машинного обучения гигантское количество мемов и проверили, в том числе, мем-шаблоны. И пришли к очень интересному выводу, к которому я просто, мне кажется, каждый день прихожу. Я постоянно показываю девушке различные мемы, и мы с ней всё время обсуждаем тот факт, что она, будучи там из совершенно другого общества, не вот этого нашего, вот этого интернет-задротского, знаете, короче, а такого, типа, там, где жизнь, знаете, вот она там есть, типа, а не вот это вот ваше всё, вот там, в комплюкте. Сейчас будет вот какое-то объяснение, что мы ссаный интернет-плебс, да, ну давай, ну рассказывай. Ну типа там, я просто к тому, что типа я всё время как бы себя таким чувствую, когда человек на меня смотрит глазами, хлопает ресницами, и такой типа, а это правда смешно? И ты объясняешь все эти мемы. Большинство мемов вообще нихуя не смешные. О чём я пытаюсь сказать, что вот ты объясняешь эти все мемы, и такой типа, почему ты над ними ржёшь? И я всё больше и больше пытался понять, почему, как бы если раньше мемы были такие, которые более-менее были понятны, хотя если вспомнить Rage Comics, то, блин, кому угодно их было показать, никто не понимал, что это за каракули вообще такие типа непонятные, где здесь, над чем надо смеяться? Над персонажем, который фу говорит там, или над Троллфейсом, это вообще чё? Не фу, фааак! Да-да-да. Но прикол в том, что этих мемов становится всё больше-больше-больше, и они становятся всё более-более нишевыми. И проанализировав кучу-кучу мемов итальянцы в том, пришли к выводу, что, например, даже на Reddit появляется огромное количество субкультуры, субсообществ таких, которые смеются над своими собственными мемами, а другим людям они становятся просто непонятными. И из-за этого мемы становятся, в принципе, все более сложными. Ну, то есть, типа, пояснительную бригаду приходится вызывать постоянно. Я правильно понимаю, что мы вот-вот-вот чуть-чуть в шаге от создания мемологии? Конечно. Я почти уверен, что это будет раздел культурологии через пару лет. У меня даже сомнений нет. Я тоже в этом уверен. Я, кстати, знаю, что в некоторых университетах уже пишут диссертации по поводу мемов с точки зрения социологии. Ну, это реально круто. Это же, типа, новый язык, понимаешь? Это же, по сути, люди с помощью образов, с помощью определенных образов передают свои эмоции, реакции, типа, или какие-то аллегории, понимаешь, метафоры. Это же очень круто. Ну, то есть, вот это, понимаешь, вот это пещерные люди про смешное пердение только через рейдж-комиксы. Вот примерно так это работает. Нет, 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 но это же пост... Через гифт. Это же всегда идет через призму постмодерн. То есть посторонично обыграем сейчас. Ты не пердишь на зажигалку, а посторонично пердишь на зажигалку, понимаешь? Ты помнишь эту прекрасную картинку с лебедями, которые через тину плывут? Типа фраза первого лебедя, и там, знаешь, там усложнение мемы идет, чем дальше идут лебеди. Я не помню. Типа там, через тину проще продраться, чем через эту ебаную современную культуру, знаешь, такие озвучаются. Очень... Вот ты вот теперь описаешь, как сложно. Да, это очень сложно. Я не знаю, я просто форвожу там какие-нибудь мемы в наши замечательные чаты и каналы, только тогда, когда, знаешь, я вот чисто такой, типа, не то, что хохотнул, нет, нет, такие... Нет, даже без этого, а просто такой, типа, причем у меня лицо, при этом, знаешь, выражение лица вот такое, и вот где-то внутри такой, типа... Вот примерно так. Это в современном мире считается смешным мемом, да. Такой, типа, хе, форвотнул. Слушай, я тебе могу сказать, что иногда я просто разрываюсь от мема, помню, что тот мем про, типа, здравствуйте, я президент Сони, как бы, блин, я просто ударал. Это было очень смешно. Вот, но вообще, я скажу так, что, как бы, это, ну, реально, мы столкнулись с тем, что мемов мало того, что становится все больше, а одна из частей исследований посвящена тому, что именно мем шаблонов, так скажем, да, типа, их становится все больше, больше и больше, и, как бы, какие-то из них становятся прям вообще универсально популярными, типа, про кота и двух женщин, которые в него тыкают, да, а какие-то, как бы, остаются очень нишевыми, вот. И, блин, это на самом деле очень круто и очень интересно, я все время сам слежу за мемами, за тем, как они развиваются, что у них там интересного, типа, что еще от популярного, что нет, насколько быстро мем получает популярность. И, знаешь, иногда прям видишь, что, типа, прям, чуть-чуйка такая работает, потому что вот этот мем форсит, и он прям не взлетит. И ты видишь, как он так уныло форсится в русском Твиттере, и ты такой, ну, ребят, и ты такой видишь, как через два дня просто про него вообще никто не вспоминает, вот. И ты прям понимаешь, что вот это, это прям заметно, прямо чувствуется, что вот, не, не взлетит. А вот это ты прям понимаешь, что, сука, сейчас все просто везде будет. Я помню, на какой-то из Е3 была история, что ведущая такая, типа давайте сделаем мем. Let's make a meme. Ну, как ты думаешь, сделала она тогда мем, который запомнился? Нет, запомнилась, блядь, эта хуйня, которую они тогда пытались сделать. По-моему, это на Юбисофте было. Вся кринжуха на Юбисофте происходит всегда. Да, по-моему, панда с Джаз Дэнса, да, как раз мем подборку подпали. Зато вот девочку на PC геймер-шоу, которая в костюме акулы была, иногда форсят до сих пор, хотя прошло уже года 4, наверное, с этого момента. Понимаешь? А помнишь, женщина на Devolver Digital в крови? Да, вот на мой взгляд, Devolver Digital как раз форсят мем. Потому что Devolver такие вот, чуваки. Ну, может быть. В любом случае, короче, пацаны, от мемов идем, знаете, мемы становятся сложнее, и завтра каст тоже набирает степень сложности, вот прямо сейчас. Дело в том, что тут... Ух, у нас сейчас будет, ух. Тут на самом деле очередные происходят пертурбации у Facebook, вот. У них все сложнее и сложнее происходит ситуация. Дело в том, что на данный момент в США одна из, ну, так скажем, не то, что топ-менеджеров, но одна из middle senior менеджеров, Фрэнсис Хаген, управляющих. Вот. Она пошла, знаешь, как говорится, тестифаинг, это свидетельствовать в Конгресс против Фейсбука. Ее все называют, на самом деле, whistleblower, это, знаете, как говорится, свистунчик-пердунчик, вот. Это человек, человек, который приходит и как бы сливает всю инфу из в твоей компании. Крыса ебанная, блядь. Криса. Вот. И, короче, смысл в том, что она рассказала довольно большое количество интересной информации про Фейсбук, мотивировав это тем, что когда она работала там, она начинала все больше и больше видеть, что Фейсбук просто блядь, ну, типа, блядь, ребят, ну, так, типа, нельзя работать. Вот. И одна из вещей, за которую зацепились все журналисты, в том числе, как бы... А что там такого страшного было? То есть гендерно-нейтральный туалет, но замок не закрывался или что? Да нет, ну, ты знаешь, там много всяких вещей было, как бы, но, например... В латте не добавляли, блядь, соевое молоко? Что еще было? Там было много вещей, но, например, одна из вещей, про которую люди все зацепились и, в общем-то, начали про всех говорить, это дело в том, что Фейсбук оказывается, если помните, они даже анонсировали где-то это, говоря о том, что будут делать Инстаграм для подростков. И они провели внутреннее свое расследование, о котором выяснили, ну, типа, исследование аудитории, там и так далее, что, на самом деле, Инстаграм для подростков в приложении будет не очень хорошо работать, потому что оно очень плохо влияет на их психическое здоровье. Вот. Ну, то есть, типа, подростки начинают дрочить, типа, на имидж, на вот это все, а вот Васька Петров там выкладывает фотки, типа, из Мальдив, а вот у меня, типа, нету билета на Мальдивы, типа, а Ленке купили Порше, типа, а у меня нет вообще никакой машины, как бы, и вообще, что делать, пойду всех застрелю. Вот. И, в общем-то, короче, смысл в том, что Фейсбук это все дело игнорил, ну, запихивал под ковер и говорили, не, похуй, пляшем, давайте делаем в итоге. Вот. И они собирались в итоге выпустить этот Инстаграм для подростков, вот, для детей, несмотря на то, что вот есть такие проблемы. Ну, ТикТок уже вышел. Ну, ТикТок уже вышел, да. Но прикол в том, что, как бы, в общем-то, и Конгрессы, и журналисты, вообще все-все-все-все говорят о том, что, ну, в Инстаграме все равно есть подростки, они все равно все обходят ценз на 15 лет, который там стоит, вот. Ну, то есть, всем похуй, все равно все пользуются, и Фейсбук не следит за этим, вот, им вообще посрать. Вот. Но прикол в том, что все отлично понимают, что это не только в конкретном Инстаграме для подростков такая тенденция есть. Она есть и не только для детей, она есть и так в обычном Инстаграме. И, в общем-то, как бы, все начинают там бомбить и спрашивать какие-то такие вопросы и Фейсбуку, и представителям Фейсбука, в общем-то, о том, что, мол, доколе, когда все это закончится, и что совсем с этим делать? Слушай, ты заметил, что вот эта тетка, она же пришла не просто в какую-то программу на CBS, она пришла в программу 60 минут. А я тебе напоминаю, что это одна из тех программ, которая поднимает животрепещущие, скажем так, вопросы, интересующие часть американского эстеблишмента. И если она пришла туда, то, значит, Фейсбуку? Ну, не пи***ь, но это сигнал Цукербергу на тему того, что часть эстеблишмента он заебал. Потому что здесь просто, смотрите, все по классике, просто по классике. Если вы думаете, что это только в России, нет, смотрите, вот, детишки-то в опасности, понимаете, детишки наши, вот, соцсеточки их развращают, проклятые. То есть, ну, вы понимаете, да, паттерн, как это дальше движется, ты понимаешь, но взялись... Дальше случилась еще интересная история. Слушайте, подождите, я хотел сказать о том, что, ну, я с чего начал, о том, что все зацепились за детей, но она же рассказывает огромное количество других всяких вещей, как бы, которые в том числе подтверждались большим количеством исследований до того, но здесь у тебя, по сути, человек, который занимал, ну, не то, что там супервысокую, но довольно такую синюю позицию в Фейсбуке, не просто подтверждает, а говорит о том, что да, Фейсбук это знает, и да, они это, как бы, делают и соглашаются с этим. В том числе, он мне говорит, что, ну, алгоритм Фейсбука, естественно, ну, амплифицирует, так скажем, да, у тех постов, которые набирают больше всего реакции, больше всего энгиджмента, но, как мы с вами знаем, по даже нашему замечательному, нашим товарищам сайту dtf.ru или там, tjournal, или куче других сайтов там, даже какой-нибудь старой конобу, или взять телепрозорий, или вообще, прям, все, что угодно взять, на что реагируют люди больше всего? Где нужно посрасть? Срачи, конечно, что? То есть срачи, то есть то, что вызывает, по сути, ненависть. В основном, типа, посты, которые как бы вызывают какую-то милоту, просто, о, смотрите, прикольный котик, все такие, типа, прикольно, ну, зачем писать, типа, да, бро, твой котик сделал мой день, ну, то есть кто-то, конечно, напишет, но больше всего пройдет мимо, а вот если, типа, смотрите, я наделал своему коту вот эту всратую шапку, короче, и он чуть не сдох, короче, все такие, ох ты, сука, урод ебаный, и кто-нибудь, напишет, правильно сделал, на этих мрази мохнатых, давить, к нам, нет, надо, надо сделать, надо сделать так, почему британцы круче, чем персы, 10 причин, у тебя через 20 комментариев уже будет срач про Украину, я тебя уверяю, котики есть блинчики, джпг, да, 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 слушайте, мы были в чате подкастеров, вот, и там девочка пришла, спросила вопрос, а можно, пожалуйста, мне хороший телефон, с классной камерой, с хорошим диктофоном, короче, на андроиде, и ты знаешь, что должна играть эта группа, тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, и birds are flying in the sky, и так просто сообщили, и в этот момент, там просто, знаете, приходит Тимур, и такой, ну можно же купить айфон XR, очень недорого, и там девочка говорит, что значит недорого, несколько десятков тысяч рублей за телефон, даже не знаю, что сказать, как бы, таких моментов, Тимур, лучше молчать, я заметил, что если ты не вступаешь в дискуссию в интернете, никто от этого не выигрывает, ну и не проигрывает, братан, поэтому просто, по-фу, не отвечаешь какому-то дурачку, который тебе написал, да и срать, по***ть, нет, ну то есть надо, а он считает, что все, ты съел, съел, проглотил, слился, мрази, я согласен, но просто к тому, что, понимаешь, мы, все мы люди, мы двуличные существа в этом плане, поэтому, мы, как бы, на словах говорим одно, а делаем совершенно другое, ну то есть, ты же не знаешь, что тебе в голову в следующий раз взлетет, да, вдруг ты обидишься на кого-нибудь, вдруг там, не знаю, еще какая-то, у меня у тебя происходит, поэтому срачи, это та история, которая двигает интернет в каком-то смысле, вот, и она как раз говорит о том, что очевидно, что, ну, типа, если такой контент набирает больше реакции, больше энгейджмента, типа, вовлеченности, больше лайков, больше комментариев и всего-всего, то, естественно, Facebook тебе выдает такой контент, и в итоге, человек условно, там, открывает тебе, там, Facebook свою страничку, типа, или открывает страничку, там, в Инстаграме, и ему алгоритм выдает кучу постов, и, какие посты выдают? В Инстаграме тебе выдают всякие жопы, попы, там, вот это все, короче, потому что, ну, естественно, женское тело, там, оголенное, будет набирать больше энгейджмента, чем красивые симметричные здания, понимаешь, как бы, и то же самое, например, с Facebook, когда тебе берут, просто тебе выдают кучу текстового контента, где, там, а я не буду вакцинироваться, там, или, а я, ты должен вакцинироваться, типа, преспубликанцы охуели, демократы охуели, короче, ну, и так далее, типа, там, вот, и это в итоге генерит культуру хейта, когда люди просто, ну, типа, они каждый день открывают социальные сети, и видят, что, типа, кто-то неправ в интернете, вот, они начинают вступать во всю эту, там, дискуссию, начинают еще больше расстраиваться, начинают озлобляться, и в итоге, условно, какой-нибудь ебанку, ну, или, там, типа, человек ебан на грани, так скажем, идет и, там, расстреливает других людей, ты согласишь, что вина Facebook в этом плане очень-очень косвенная, ну, очень косвенная вина. Я не согласен, чувак, она, она большая, знаешь, почему? Потому что, когда у тебя платформа, которая раздает миллиарды просмотров, постов, видосов, там, и так далее, людям в течение, там, дня, понимаешь, она примерно так же ответственна, как и газета, которая раньше, по сути, роль Facebook выполняли газеты, радио и телек, которые, как бы, тебе выдавали определенную информацию. И которых, кстати, надо, я извини, что прерву, надо понимать, что, например, вот то, что говорит Тимур, все эти площадки, в итоге сейчас в очень жестких клешнях, по всему миру держат закон о СМИ. Ты не можешь просто так взять и спи***нуть чего-то, ты не можешь просто так взять и набросить, ты ответишь за базар перед судом очень быстро. Поэтому, собственно, и Facebook пытается все чаще и чаще, как бы, в странах признать тоже частично СМИ, чтобы они тоже за базар отвечали. Потому что в итоге ситуация складывается такая, что люди идут больше не смотреть телек, там, читать газету, слушать радио, а они идут в Facebook смотреть, что там. А там пишут обычные люди, посты. И эти люди, естественно, никакой ответственности не несут. Это все равно, что ты не просто выходишь на улицу и послушал, типа, где-то что-то, что-то как-то там п***нул, кто-то в вагоне метро. А ты пришел, сел куда-то, знаешь, там, допустим, в специальный зал, и там происходит панельная дискуссия, аргументированная, где люди друг с другом разговаривают, структурировано, где-то там просто кто-то на кого-то кричит и плещет водой там типа в лицо, а где-то прям буквально ссылками тебе, ну там условно прям человек говорит, а вот там в таком-то издании написали вот так, вот это вот так, а это значит вот это, а значит вон то. Другой ему, нет, это значит вон так, а это значит он то. И по сути, как бы, то есть Facebook выполняет роль вот такого, некого, знаешь, там мероприятия, какой-то конференции, куда ты приходишь, только таких конференций ты посещаешь за день там 20 штук, 50 штук, понимаешь? Ну то есть, сравнить можно было бы только с этим, а не то, что некоторые люди пытаются сравниться с тем, что типа ты где-то на улице что-то услышал, кто-то что-то п***нул, нет, это не так. Ты же сам себе выбираешь, в общем-то, кого-то читаешь и вот это все. Нет, как раз Facebook часто тебе может выдать что-нибудь такое, кого ты не выбирал, а кого он за тебя выбрал. В этом плане очень смешно, что один чувак там написал расширение, которое одним кликом отписывает тебя от всего, и его тут же забанили. В Facebook, причем ему забанили нахуй вообще все аккаунты, но при этом вот мы говорим, мы чуть раньше говорили, что лучше, когда вот срачи начинаются, лучшая тактика молчать. Так вот, Цукербергу про это никто не сказал, поэтому он накатал огромное письмо-ответ этой Фрэнсис Хайген. И если очень сильно компрессировать пространство и время в этом письме, получится, а это не мы. Не, а с другой стороны, ты знаешь, я тебе честно скажу, я не понимаю претензий к Facebook. Ну то есть, да, Тимур сказал, что там типа да, ты приходишь там на конференции и прочее-прочее. Но свои мозги надо иметь, наверное, в голове, нет? Ну то есть, как бы, или что? Дим, 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 ну это очень херовый организм. Ну почему? Ну как это, почему? Потому что если бы как бы все имели свои мозги на, в том месте, где они должны быть, не было бы сжиганий ведьм, крестовых походов, битв ради религии, и вот этого всего. Хорошо, ладно, я хотел привести тебе другой пример, и тут же подумал о том, что пропаганда какая-нибудь, государственная или не государственная, идеально вкладывается в это описание, но то есть только в этот раз Facebook тебе ничего не пропагандирует, он просто включает тебе возможность, чтобы на тебя кто-то влиял. Мне в этом плане больше всего понравилась история, которая случилась на этой неделе с Rush Today, которая, там очень смешно, что их забанили в Германии за то, что они нарушили по сути закон немецкий, короче, то есть это, вот вы подумайте, они берут и на Rush Today начинают полную антиваксерскую по*** нести. Ну то есть прям, там прям такой п***ец просто, короче. И то есть, одна и та же компания, идет и в Германии, в нарушение закона Германии, начинает, типа, по сути, п***ть антиваксерскую х***, а в России стараются по максимуму топить за вакцинацию, и типа, п***ец, пожалуйста, вакцинируйтесь, ну потому что в России-то как бы закон требует от тебя, а там тоже закон требует, но там будем нести антиваксерскую х***. И там было очень смешно то, что как бы, когда они, по сути, берут, приходят к Роскомнадзору, и Роскомнадзор пытаются сказать американской компании Google за то, что, типа, мы вас сейчас забаним в России, за то, что вы забанили у немецкого издания, а Rush Today, соответственно, зарегистрировано в Германии как немецкое издание, в Германии забанили вы, короче, за нарушение немецких законов. И то есть, нигде у людей не щелкает в голове, что, типа, вы же сами приходите и говорите, вы же должны выполнять российские законы, если вы их не выполняете, то, типа, мы вас забаним. Ну, в Германии по вашей же логике ровно то же самое и сделали, короче. И вот, я просто все это к чему вел в итоге, как бы, о том, что на самом деле, вот по поводу пропаганды, ну, понимаешь, у тебя как бы пропаганда государственная, она есть везде. И ты же понимаешь, отлично, что ее слушает огромное количество народу. Ну и че? И как с ней бороться теперь, как бы, во времена Фейсбука, во времена там всех социальных сетей, вообще непонятно, почему это должно быть проблемой социальной сети, нет? Ну, почему это должно быть, почему социальные сети должны об этом задумываться? Я просто не понимаю. Фейсбук об этом задумывается исключительно потому, что он очень большой, понимаешь? Если бы он был поменьше, к нему бы никто не пришел. Потому что, потому что, это, к сожалению, вопрос всего человечества. Это в какой-то момент, знаешь, как люди берут и говорят, типа, что, а почему, блядь, там, углеводная, там, компания, которая, допустим, нефть, там, перерабатывает, или там, какой-нибудь производитель автомашин, или еще кто-нибудь, там, должен задумываться о глобальном потеплении. Блядь, да какого хуя, короче? Блядь, ну вот такого хуя, потому что, к сожалению, это тот момент, когда мы приходим к тому, что вот есть вещи, которые касаются всего человечества, к сожалению. И это, огромного робота, все вместе. Франциск Арсак, да, бегство земли, давайте. Да, да, да. просто, это тот самый момент, когда мне кажется, знаешь, так называемый greater good, когда все должны в какой-то момент осознать, что, как бы идеалистически это не звучало, но это ведет нас все немножко в какой-то ебаный пи***ц. И, то есть, да, окей, бабки мутятся, огромное количество бизнесов растет, но отсутствие модерации и отсутствие, какого-то контроля приводит к тому, что у тебя огромное количество травлей, убийств, поехавшие люди становятся еще более поехавшими, или поехавшие люди имеют возможность собрать единомышленников, или пропаганда начинает, как бы, вражеская пропаганда, грубо говоря, там, знаешь, приходит, как одна страна и начинает тупо вредить другой стране. Понимаешь? Их х*** вы эксклюзивы, наша замечательная б***ь консоль, да, и так далее. Ну, слушайте, тут ведь на самом деле все гораздо проще, потому что сейчас мы наблюдаем соцсети как новое явление, оно новым было лет 7 назад, когда соцсети, ух ты, алгоритмическая лента, вау, мы 7 лет с этим говном пожили, примерно поняли плюсы и минусы, и теперь под это неизбежно подтягивается законодательно-правовая база, как под любую х*** в нашей жизни. Мы просто, почему нас с этого коробят, почему нас немного клинит и вызывает кучу внутренних противоречий, типа вот как Дима говорит, да, это потому что, прикиньте, вот вы живете в 1920 году и неожиданно начинают регулировать радио. Вы живете в 1956 году и неожиданно появляются законы, которые регулируют телевидение. Вот, и, собственно, это то же самое, мы проходим абсолютно тот же самый этап в реальном времени. И надо быть готовым, что, да, соцсети обложат какой-то х*** сверху, снизу, потому что они реально влияют на публичное пространство. То есть, ну, это правда, чистая правда. И вот здесь у нас, опять же, будет куча скользких моментов. Например, что такое мессенджер? Это источник массовой информации, который влияет? Или это все-таки тайны переписки? Да, то есть... Ну, просто когда у тебя есть условный мессенджер типа сигнала, которым нет каналов, значит, это типа у тебя... А если телеграма, это совсем другое. Что мешает тебе создать переписку в сигнале с миллионом человек? Распространять свою информацию вручную? Ну, это нельзя, к сожалению, сделать. Или к счастью, понимаешь? Поэтому вопрос в том, что... Ну, опять же, что я хотел сказать со своей стороны, что это очень, так скажем, двояка тема. И, с одной стороны, при всем, при том, что как я вижу, как мастодонтом слоном в посудную лавку забегает государство в социальной сети, в нашу частную жизнь, там, типа, и так далее, что категорически мне не нравится. Но я вижу, к какому пи***цу приводит бесконтрольное распространение информации самим Фейсбуком, там, типа, Твиттером, да кем угодно, Инстаграмом. И какое... Какие-то вызывают... Начинает вызывать у людей проблемы, связанные с депрессией, например, Инстаграм. Знаете, сколько у меня моих друзей и знакомых жалуются мне... Ну, когда сидишь, там, бухаешь, да, где-нибудь в баре, короче, они говорят, б**, я там смотрю в Инстаграме, это там поженился, это там то, сё, эти там, типа, купили тачку, это квартиру, это там то, это сё, короче, пи***ц, а мне ничего нету. И ты такой говоришь, б**, чувак, ну, типа, как бы нормально всё сделаешь, как бы... Нет, всё там пи***ц, короче, и человек депрессует, например. Или люди берут, и скажут, типа, а я читал вот там в Фейсбуке, да, типа, не, вакцинироваться, пи***ц, вы чё, какой вакцинироваться? Типа, ты где читал? Ну, там, б**, это все знают. Да, Виктория Боня в Инстаграме пишет. Кстати, она вакцинировалась. Пошла и чипировалась. Да-да-да. Вот. Но, но в любом случае, короче, давайте закончимся потихонечку с Фейсбуком хорошими новостями, хорошими новостями про Фейсбук. Ну, давай. Хорошая новость про Фейсбук. Дело в том, что, хорошая новость про Фейсбук заключается в том, что буквально несколько дней назад Фейсбук впервые, наверное, с 2008 года почти на день, ну, там, по-моему, на 5 или 6 часов просто тупо упал, вырубился. И, ну, многие говорят, ха-ха-ха, там, типа, ну, подумаешь, Ватсап упал, ха-ха-ха, не в своих чатиках там, не почитает, ничего. Мне кажется подозрительным, что вот пришла тетка, рассказала о том, какой Марк Цукерберг плохой и какой Фейсбук отвратительный. В Сенате прессовали представители лица у Фейсбука, тоже задавали всякие наводящие опросы, и тут внезапно Фейсбук падает на 5 часов. Он просто вот-вот так вот взял и упал, да? Ну, там же, мы сейчас расскажем примерно о причинах его падения. Я немного в другую сторону поверну дискуссию. Я вспомнил, как в одной из компаний, в которой я давным-давно работал, как-то раз пришли маски-шоу, и там была история в том, что сидели девочки на ресепшн, у них постоянно приходят звонки, а они не знают, что делать, то есть в документы стоят, и они спрашивают у проходящего мимо чувака, а что нам говорить? Он говорит, а говорить, что у нас сегодня банный день, профилактика там, типа, вот у Фейсбука была профилактика на 5 часов, он просто пропал с интернета. Ты знаешь, с этим всем хозяйством самая увлекательная деталь всего этого падения, что помимо того, что нахер отвалились вообще все сервисы, а люди, а люди в ОКОУСе, типа меня, они вообще не могли покинуть киберпространство, мы там чуть не умерли, Дима. Да, потому что если умираешь в киберпространстве, умираешь и в реальной жизни. Так вот, возвращаясь к истории, что сотрудники Фейсбука, у них была первая проблема не поднять сервак, не найти причину, попасть в *** серверную, потому что сервер упал, который карточки читает на входе. Да, в том числе. И там, кстати, очень интересно то, что, опять же, когда вы говорите о том, что, типа, ну и по*** там, что, ну и типа, посидят без Инстаграма, как бы пора бы, или там, посидят без Ватсапа, посрать, у меня есть там Телеграм, вы теряете важную суть, связанную с тем, что, первое, огромное количество сервисов позволяет авторизоваться через Фейсбук. И у людей созданы аккаунты через Фейсбук, в Спотифай, в Тиндере, короче, в куче-куче-куче других сервисов. И в итоге, типа, если ты вдруг там, где-то что-то не авторизовался, то, или там твои куки слетели, или еще что-то такое, типа, ты берешь, заходишь в сервис, а он у тебя тупо не работает. Что? Шесть часов не работает там куча важных для тебя сервисов. Естественно, что ты делаешь первое? Нажимаешь обновить, еще раз войти, обновить, еще раз войти. Да, в том числе. Но там же еще важно другое, что огромное количество бизнесов завязано на Фейсбук. И это связано с тем, что у кучи приложений, у кучи сервисов завязана реклама. И, по сути, день простоя, это означает, что ты, типа, недополучаешь, ну, условно, условно, там, одну двадцатую, особенно, если это будний день, например, одну двадцатую там, выручки, своего месяца. Ну, то есть пять процентов, как бы. То есть пять процентов выручки просто пошел нахуй. Нету. Все. Вот. И, как бы, это проблема. Вот. И в этот момент, конечно, многие поняли, каждый, кто во что гораст, типа, так, окей, Фейсбук нахернулся. Что делать? То есть, ну, например, там, люди думают, так, значит, надо где-то что-то общаться. Например, по старой доброй традиции куча людей из Фейсбука пришло в Твиттер и говорят, а что Твиттер, ты еще живой или как? Вот. И там, типа, там, типа, ответов. Мне понравилось, как наши ВКонтакте такие, типа, а у нас вообще все за***сь. Вот так все работает. Приходите к нам. Нет, у Твиттера еще был хороший твит, типа, мы были созданы для этих моментов. Твит официального аккаунта Твиттер был в этот момент. Мне еще очень понравилось, там кто-то написал, то ли Виктория Бонни, это или еще что-то такое. О, что-то было, что-то тут, как тут, да. Типа, а что тут вообще, кто-то и написал что-то, типа, письку дош***ть или что-то такое, короче, и она такая, все, заявление в прокуратуру уже лежит в полиции на тебя. Ты знаешь, на эту тему была шикарнейшая картинка, говоря про сложные мемы, когда, типа, пользователи Твиттер приветствуют пользователей Фейсбука, которые зашли в эту соцсеть, и там, знаешь, такой, такая девочка, фифочка стоит на пороге, и мужик в полной нацистской форме дверь открывает. Вот, ну, кроме всего прочего, еще, что интересно, народ даже в Клабхаус вернулся, я могу вам сказать, что мы со своей старой компанией, которую мы в Клабхаусе делали, типа, мероприятие, мы туда зашли и собрали там 300 человек, короче, которые к нам тоже пришли, соответственно, с нами попи***ть, вот, и там обсуждали кучу разных тем, что довольно-таки прикольно, при том, что без всяких анонсов, без всего, и мы поняли, что людям реально приходят уведомления, потому что они Клабхаус все еще не сносили. Я тебе больше скажу, знаешь, еще к кому пришли люди? К Паше Дурову пришлось 70 миллионов человек, пока это все лежало. Ну, 70 миллионов человек, конечно, это много, но не супермного, но все равно. Но все равно, учитывая, что у Телеграма уже высокая степень сатурации, на самом деле. Вот, но это на самом деле все равно дико круто, как бы мы, с одной стороны, Павла Дурова поздравляем, а с другой стороны, в последнее время он такую хуйню творит, что желаю ему лучей поноса, Павлу Дурову. А ты слышал его новые советы? Делайте хорошо, а плохо не делайте. Мне больше понравилась история о том, что в очередной раз, короче, откопали среди бет Телеграма и среди всяких там датамайнов то, что все-таки собираются сделать рекламу в, соответственно, в мессенджерах, в Телеграме. Я сегодня разговаривал с Дениской, он так бомбил с этой историей, ты бы знал. Конечно, вот, потому что, по сути, у тебя получается биржа постов, и ты такой приходишь, пишешь пост, и такой, типа, ебануть во все технологические каналы, и они улетают, и вот ты ведешь такой технологический канал, набирал аудиторию, короче, и вот она приходила к тебе, читает тебя, короче, подписывалась на тебя, и там ты собрал 30 тысяч человек, и, короче, пишешь там для них контент, короче, и многие люди подписались вообще в Телеграм, и остались в нем, не стали уходить, потому что ты делаешь крутой канал, и тут им ебанут рекламу с какой-нибудь криптой, как бы, понимаешь, там пост, типа, написано промоутед пост, и они такие, многие люди даже не будут разбираться, типа, скажут, Денис, а наху ты такую постишь? Это не я, блядь, там же Телеграм. А он говорит, типа, да это же вообще не я, это не мой пост, это типа вообще, и он даже не знает, где этот именно пост возник, потому что он будет в рандомных местах возникать. У разных людей разные, причем, скорее всего. И разные посты для разных людей, короче, и они в разных местах, и ты не можешь написать, типа, это не я запостил, типа, стрелочку вверх, да, а оно просто вот так вот будет появляться. И, опять же, люди не будут разбираться, они будут просто от тебя отписываться, это первое. А второй момент, как бы, они же первое время, якобы, не собираются платить контент-креаторам даже доли с этих постов. Ну, то есть, ты собирал аудиторию, люди ради тебя здесь сидят в этом Телеграме, короче, им показываются посты с какими-то проститутками, с криптой, с любой поебенью, короче, и... А тебе вообще хуй. Ну, то есть, как бы, это не в ебанной несправедливость. Это самая свинская форма монетизации, которую только можно было придумать серьезно. Я очень надеюсь, что все-таки они к релизу пересмотрят эту историю и все-таки сделают возможность какой-либо монетизации, хотя бы какими-то внутренними тугриками, которые ты сможешь сам потратить на промоушен своих постов. Ну, то есть, грубо говоря, тебе отваливают там процент с рекламы, там, допустим, человек реально заплатил денег, а тебе, типа, отваливают в рублях, в баллах каких-нибудь, да, типа, и ты можешь эти баллы потратить хотя бы на промоушен своих собственных постов среди других Телеграм-каналов, вот. Если так, это еще хотя бы будет, ну, типа, терпимо. Если даже так не будет, это будет... Ты же понимаешь, что те деньги, которые Паша Дуров собрал у инвесторов и не сделал криптовалюту тон, или как она там называлась? Да, тон. Их надо как-то отдавать, а они уже потрачены. Ну, то есть, как бы, тебе ничего не остается, кроме того, что включать жесткую монетизацию, включать историю с тем, что типа, а давайте на бесплатном пользователе Телеграма ты сможешь создать один канал бесплатно, а если тебе нужен второй, то давай ты Телеграм-премиум версию купишь. Это все будет. Еще один способ монетизации легкий тебе берешь, короче, ограничиваешь всем пользователям скорость скачивания даты, там, 50 мегабит. Ну, типа, вот 50 мегабит, типа, любые файлы, короче, 50 мегабит это твой максимум, короче. И ты заху**ал 3 гигабайта, ну, сорян, сиди, жди, короче, пока они у тебя скачаются. А другим, типа, тем, кто платит бабки, допустим, 5 баксов в месяц. Никаких ограничений по скорости. Как быстро народ будет уходить с Телеграма тогда. В смысле? Почему? А здесь нет хорошего варианта. Им в любом случае придется что-то такое сделать. Ограничений на файлы не делать, например, хоть 100 гигабайт за ху**арь, короче, за 5 баксов в месяц, например, файл. Один. Типа, и передай его. И на любой скорости. На самом деле, надо вообще, по идее, дополнительные услуги создавать. То есть, например, смотри, ты можешь открыть в Телеге свой маркетплейс и магазин. Нам в чате пишут идеальное предложение. Бесплатным постом Телеграма только 50 сообщений в день. Потом покупай энергию. И да, и кристаллики, и замечательные эти ускорители, да, и прочее говно. Пацаны, напоминаю, что в Телеграме полноценные HTML5 игры реализованы, только они это ни хера не развивают. Там есть куда расти без этой скотской монетизации. У них есть попытка в Enterprise прыгнуть зумом с этими звонками групповыми. У них есть попытка игровую платформу создать. Вот. У них есть попытка какие-то маркетплейсы развивать. Это все можно, монетизировать, блядь. А не жить за счет креаторов контента, которые вообще тебе делают, собственно, удержание и ретеншн твоей сраной платформы. Вот что хочет Тимур сказать. Согласен. Денис, кстати, тоже самое говорил. Хотел еще сказать, но последок, какой вывод из этой истории надо сделать, потому что Facebook поднялся, правда, он еще разок упал на неделю, но на поменьше. Это то, что, допустим, смотрите, если вы вдруг или ваша мама или ваша девушка, я наблюдаю просто по подругам Алены, вот если у вас есть магазин в Инстаграме или страничка вашего заведения в Фейсбуке или у вас какой-то ватсап-чатик клиентов, пожалуйста, просто, вот эта история должна вас научить одному. Всегда имейте запасной аэродром, на который вы сможете быстро переключиться, потому что не надо, ну, то есть, вот вы весь свой бизнес выстраиваете вокруг Инсты, и завтра она падает на двое суток. И все, и пи***ц. И пи***ц, это два дня минус прибыль. Ваша, не Фейсбука. Нет. И в этом плане просто можно сколько угодно хихикать на Твиттере, даже на ВКонтакте. Пускай, пускай там тоже страничка валяется какая-нибудь, просто с непрохлобанным паролем, вот. И оживают такие моменты, потому что вся эта история показала лишь то, что вот эта цифровизация, завязанная на одного игрока, это на самом деле не хуйня здоровая штука, потому что, например, я не мог обновить лицензии на свой софт в Oculus. Я специально включил Oculus, у меня, б***ь, реально полшлема не работало. Просто потому что Facebook решил прилечь. Вот тот инцидент, который произошел с Facebook, это вот, вот, знаешь, попадает в 0,000001 куча знаков после запятой 1% вероятности того, что это вообще в принципе произойдет. При этом, при этом, Дим, что произошло? Там же был, по-моему, хороший разбор у Cloudflare, что ли, в блоге. Да, но, ты знаешь, я не хочу вдаваться в технические детали, я могу сказать очень просто. Да, очень коротко. Очень коротко. История в том, что интернет, ну, как вот в том виде, в котором мы его знаем, это на самом деле куча разных сетей, которые объединены в одну. И что сделал Facebook? Он просто перестал анонсировать свою собственную сеть внутреннюю. Именно поэтому у них не работали их карточки и прочее, потому что, грубо говоря, для карточек, которые они прикладывали к считывателям, они не могли получить маршрут до того сервера, который мог ответить. То есть, сам сервер работал, там, все каналы связи работали, просто маршрута не было, нельзя было построить запрос, грубо говоря, и понять, там, можно ли этому человеку войти в здание или нельзя этому человеку войти в здание. То есть, по сути, у Facebook произошел сбой в их собственной инфраструктуре. Причем, если бы это произошло в каком-нибудь другом кластере, там, условно, не знаю, в европейском кластере взял и упал весь Facebook, да, и прочее, американский бы кластер спокойно бы справился с этой историей, он бы спокойно работал и так далее. Но у них упал именно тот, та часть Facebook, которая отвечает за, как бы, анонсирование сети Facebook во весь интернет. И на самом деле Facebook настолько гигантский, настолько большой, что вместе с ним падали и другие сервисы. Потому что, например, мобильное приложение, как уже говорил Тимур, оно же так и было бы, и долбилось, и долбилось бы в интернет, пытаясь в этот несчастный Facebook попасть, затрудняя каналы связи и возрастая там трафик на другие какие-то приложения, другие какие-то сервера и так далее. Те люди, которые ушли из Facebook, не знаю, ушли на Pornhub, Pornhub туда читался, что у них на 10% трафика в этот момент. То есть народ такой, знаешь, типа, пойду-ка в Facebook, что-то не ху... Бобс веган, не работает, а ладно, пойду подрачу, но как-то так это-то происходило, видимо. И так далее и тому подобное. На Cloudflare есть замечательный разбор, но это тот разбор, который они предполагали, то есть что происходило, уже есть разбор от самого Facebook, и, собственно говоря, там плюс-минус то же самое, только чуть больше технических подробностей, если интересно, можно нагуглить. Но сама история в том, что такой, такая вещь не может произойти второй раз. Если она происходит второй раз, сразу включайте вот эту историю с теориями заговора, потому что это, блядь, странно. Вот я считаю, что это, ну, то есть очень-очень странен тайминг, да, то есть тут на Facebook катит бочку, тут выходит тетка, которая там работала, и тут внезапно Facebook такой падает. На пару часов, ну, то, чтобы хватило... Дим, Дим, но ты же знаешь, что ты не узнаешь всей правды, потому что в Марин Каунте очень большой залив, бетон очень тяжелый, а админ уже ничего не скажет. Вот до 90... Ой, до 90... До 2001 года абсолютно весь Battle.net, весь Battle.net, замещался на одном компьютере. Был одним компьютером в офисе Blizzard North. Прям тупо один комп, это был весь Battle.net вообще. И все работало за е**ть. Вышло Diablo 2 Remastered, Resurrected Edition. Б**ть, у нее уже почти месяц с релиза проблемы с серверами, скалирование, умное рассчитывание нагрузок, динамическое изменение серверных стоек, девопсы такие в водолазочках вместо вот этих админов. И где мы, б**ть, в говне? Понимаешь, в говне? Вот и все, что я могу про это сказать. Если помните, мы вам все время периодически в последнее время бомбим по поводу замечательной, знаете, стримингового сервиса Chatterbait Lite. Я сегодня, кстати, узнал, что оказывается сервер Chatterbait, ну вот именно сам по себе сайт, да, придумал какой-то русский то ли школьник, то ли студент, ну еще давным-давно. Я бы не удивился. Абсолютно не удивился. Я такой, типа, да, серьезно? Я бы не удивился. Но вообще в любом случае, короче, Chatterbait Lite, он же известный под названием Twitch, где вы можете прийти и посмотреть на всех женщин как раз-таки с Chatterbait, с OnlyFans, но где они с вами разговаривают и делают вид, что они, ну типа здесь они в приличном варианте присутствуют. Поэтому сегодня мы пердим в микрофон, классно будет. Да. Да. Сегодня мы пердим в микрофон. Короче, в общем, замечательная контора от пи***сов Twitch, которую мы просто люто ненавидим. Я напоминаю, что у нас там два копирайт-страйка, между прочим, на канале. Еще один, и мы попрощайтесь с нашим Twitch. Как хорошо, что мы там не выходим, правда? Да. Вот, короче, у них случилась большая проблема. Она заключается в том, что некая команда хакеров взяла и украла большое количество данных. Большое количество они украли нахуй весь Twitch. Ну, не совсем, короче. Они украли большое количество данных оттуда, включая сурскод самого Twitch, включая якобы сурскод магазина, который должен был стать конкурентом Steam'а от, соответственно, Amazon'а, вот, включая в том числе всякую информацию довольно важную. Например, сколько зарабатывают стримеры там с помощью партнерки Twitch'а? Ну, то есть, выплаты, которые платит Twitch. Вот. И выяснилось, что, в общем-то, топовые стримеры зарабатывают средненько. Ну, то есть, как бы много, но не супермного. Важная ремарка, это только первая часть архива. Ну, получается, что да. Потому что хакеры уже сказали, что они будут выкладывать еще. Ну, да, там довольно интересно то, что еще, кроме всего прочего, вот, там утекли, соответственно, сорс-коды, соответственно, самого Twitch'а, всякие мобильные клиенты, десктопные клиенты, консольные клиенты Twitch'а, ну, которые, знаете, есть там на PlayStation'е, на Xbox'е, там, и так далее. Вот. Соответственно, вы взяли еще и слили, короче, все возможные, так скажем, как это назвать-то, типа, все субсидиарные компании, все сурс-коды субсидиарных компаний, которыми владеет Twitch. Например, IGDB, это, соответственно, Indie Games Database, вот. И, соответственно, еще Cures Forge, вот. Модель. Тоже сервис, да, короче, вот, то есть, которыми владеет Twitch, то есть, их тоже спи***ли, вот. И, в том числе, как бы, огромное количество еще внутренних секюрных инструментов, которые позволяли так или иначе, там, сидеть, отслеживать, соответственно, накрутки ботами, всякие накрутки, там, выплат, и так далее, и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, то, что там считается очень коммерческой тайной, потому что позволяет об***вывать Twitch'и, об***вывать креаторов, короче, тоже слили, потому что теперь, собственно, с помощью этого можно будет опять об***вывать Twitch еще более легко. Даже больше скажу, самое об***вое слили некоторые документы, которые Twitch бы вообще никогда не хотел, чтобы они увидели свет, например, оказалось, что у Twitch'а есть целый список людей, которых ни при каких обстоятельствах нельзя банить. Да, там, причем довольно интересно то, что они распределяются на некоторые части, например, есть сотрудники Twitch'а, у которых есть свои собственные каналы, в том числе, один из основателей Twitch'а, и у него стоит в специальном документе ссылка о том, что никогда не банить ни при каких обстоятельствах. Ну, типа, вообще никогда. Мне кажется, что, ну, а что такого? То есть, как бы, ну, нет, это абсолютно нормально. Все нормально? Если бы не лет цемерия Twitch'а... И еще прикол в том, что там есть не сотрудники Twitch'а, там есть обычные стримеры, у которых написано не банить ни при каких условиях, отправлять вот на этот и этот имейл в копии, короче, соответственно, вашу проблему, которая там, типа, по классике, да, все животные равны, но некоторые ровнее, да? Да, именно. Да, да. Ну, то есть, как бы, это совершенно, типа, нормально, как бы, что у тебя есть некоторые креаторы, которые притаскивают большое количество энгейджмента и зарабатывают тебе дохера денег, поэтому банить их даже случайным образом нельзя, а то вдруг они уйдут на какой-то другой конкурирующий сервис, как бы, обидевшись на тебя, как это сделал, например, в свое время, если помните, доктор... Доктор Дизреспект, Доктор Дизреспект, да, вот. И, кстати, что еще интересно, дело в том, что, кроме всего прочего, уже, ну, выкатили, соответственно, кто сколько там, типа, денег получает, вот, и выяснилось, что, опять же, как бы, есть очень-очень, типа, крупные твич-стримеры, которые получают реально большие деньги, например, выяснилось, что за сентябрь 2021 года вроде как, вроде как, короче, самые крупные твичеры получают в среднем где-то от 100 до 700 тысяч долларов в месяц, соответственно, да, чистой воды партнерки, чтобы вы понимали, эти деньги не включают донаты, не включают спонсорские деньги, не включают нативные, как бы, соответственно, там, да, вот эти все контракты, то есть, грубо говоря, вот эта партнерка с большой долей вероятности может у них, там, типа, являться их, ну, типа, там, одной пятой, одной там третьей, одной десятой дохода. Слушай, ну, там уже большая часть стримеров сказали о том, что это какая-то хуйня, то есть, не соответствует действительности. А что ты можешь еще сказать? Ну, не знаю, где мои миллионы? Да-да-да, все правда, конечно. Нет, зачем? Есть, например, креаторы, которые очень богаты, им реально нечего скрывать, то есть, о них хорошо, ну, тот же лирик, лирик нормально поднимает бабу, а он никогда от этого не открещивался, и если некоторые креаторы говорят, ну, это хуйня, понимаешь, ведь эти цифры, это же, то есть, тут надо дать контекст, это внутренняя документация Твича, далеко не факт, что эти цифры видят сами стримеры, это, понимаешь, сколько должны мы, по идее, выплатить им, да, но сколько мы по итогу им выплатили, о, это уже большой вопрос, понимаешь, Тимур, вот так это работает. Ну, это вполне так же тоже возможно, я соглашусь с Максом, что здесь может быть такой момент, типа, что люди получают не те деньги, которые они... Потому что я просто вам объясню, как работал Твич, канал Завтра Каста, у нас тоже была вот эта вот история с тем, что на Твич нам падали какие-то деньги, и приходило до хуйня меньше, чем падало, потому что комиссии, хуйня, вот это все, и до нас, когда деньги добирались, ну, такое вот. Слушай, ну там я могу сказать, что Твич, несмотря на то, что у нас куча народу подписывалась на нас, там, типа, с платной подпиской, у нас получилось какие-то, вообще мизерные деньги. Но слезки приходили серьезно. Типа там 150 долларов, которые, как бы, из которых еще тебя вынимают кучу всего, и в итоге до тебя доходят 100 долларов. эти цифры вполне могут быть теми цифрами, что видит Твич по количеству твоих подписчиков, а вот сколько он тебе выплачивает? Вполне возможно, да, короче, ну, в общем, мы в очередной раз желаем Твичу лучей поноса. Слушайте, рамы жопы. Ну вот скажите мне, вы как думаете, это вообще на что-то повлияет или нет? А это повлияет как минимум на внутренний запуск? Я думаю, это крайне сильно. Да. Я думаю, это крайне сильно повлияет хотя бы на то, что слили в том числе большое количество сорцов, которые могут повлиять на то, что, типа, как реверс инжинирнуть API Твича, для того, чтобы сделать какие-то нелегальные клиенты, или клиенты, которые позволят тебе накручивать просмотры ботами, обходить защиту от ботов, а перехватывать ключи, понимаешь, там, стриминг, потому что первым делом Твич разослал всем письма, о том, что, сброси ключи. Не-не-не, ваши, типа, логины, пароли, типа, нету, как бы все нормально, типа, а вот ключи всем стримерам, типа, мы всем, типа, сбросим сейчас. Я больше скажу, то есть мы пропустили эту историю, у нас ее нет в шоу-нотах, она же произошла на неделе, что на Твиче уже целых несколько часов меняли иконки топовых игр, то есть там уже копались в сердцах, есть вот этот у них чарт просмотров, там просто тупо ставили левые иконки, абсолютно никак к этим играм не относящиеся, потому что реально начали уже разбираться. Пинесы опять повтыкали, да? Да господи, но... Я бы дикбатов везде бы поставил. То есть история вся в том, что, во-первых, вот это, во-вторых, это еще больше усложнит работу с комьюнити, потому что все эти утечки лишний раз показали, какие Твич ленивые пи***цы и лицемерные пи***цы, что самое главное. И третий момент, который во всей этой истории сделают выводы, наверное, не Твич, а все, кто вокруг Твича, это то, как не надо строить свою внутреннюю безопасность. Да, кстати, по поводу безопасности, тут довольно известный журналист Кисси Ньютон поговорил с бывшими инженерами Твича, которые там работали, и они сказали, что, чтобы вы понимали, там такой пи***ц с безопасностью в Твиче. А в чем? Ну, там, например, среди прочих вещей он говорит, что, типа, чуваки, говорят, что даже спустя, там, типа, два-три года, у них до сих пор работают все аккаунты, они могут войти, и чего ухудшить. При том, что они уже не работают Твиче, если что. Они уже два-три года не работают, типа, у них все аккаунты до сих пор работают, никто пароль ни доступов не забрали, ни пароль не поменял, им просто похуй, понимаешь? Или, например, там, типа, чувак говорит, что у него доступ есть не только, типа, к внутренним, там, админкам, у него есть доступ к коду, ну, к репрезентарию кода, может пойти сейчас и просто взять, сделать копию полностью, типа, понимаешь? Всего Твича. Закоммитить говно просто на продажу. Да, 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 да. Вот, и плюс, кроме всего прочего, он говорит, что внутри нет никакой системы внутренней безопасности, то есть контроля за тем, кто что берет, кто что клонирует, кто что копирует и так далее, просто ее нет, не существует. То есть никакого редфлага о том, что, типа, какой-то чувак получил доступ к чему-то и взял это, скачал, нету. Никакого уведомления никому ни из админов этого не приходит. Слушай, ну, так бывает, когда ты делаешь какой-то условный стартап, да, у тебя такая, типа, атмосфера семьи и прочее, и прочее, и, ну, то есть, типа, все друг другу доверяют, все замечательно, прекрасно, а потом тебя покупает Амазон, и ты ближайшие пять лет просто ничего не делаешь, потому что, ну, как бы, б***ь, ты решаешь другие задачи. Ну, чувак, ну, Твич же много чего делает, просто почему-то они ничего не делают связанно с безопасностью. Я думаю, сейчас, конечно, им, скорее всего, придут и легал, там, и всякие комплайн-стимы из Амазона, которые просто насадят на бутылку, там, половину народу. Я уверен, что уволят там сейчас дохера людей. Я уверен, что нихуя будет больше. Я почти, не-не-не, Амазон сделает выводы, я в этом даже не сомневаюсь, безосличная на ракете прилетит, б***ь, под песню Бобёрном, и вы***ть на*** всех. Вы не думали о том, что вот эти, как бы, утекшие исходные коды Твича приведут к тому, что, условно, завтра Microsoft такая, о, Миксер 2. Нет, я уверен, знаешь, почему? Потому что Твич такое говно с точки зрения платформы, что, что Microsoft такая посмотрит, б***ь, даже у нас Миксер лучше получился. Ну, не знаю. Наверняка часть какого-нибудь там проприетарных технологий, если они там, конечно, используются, можно просто с***ть к себе. Проприетарные технологии ухудшения качества видео, да. Но согласись, что по объемам людей, ну, то есть, вот, количество стримеров, количество, там, типа, людей, которые смотрят эти стримы и так далее, Твич довольно неплохо держится. Да, как Ютуб, у которого, кстати, за***ть с качественным видео всё. Не, ну, у Твича, понимаешь, как бы всё хорошо как раз из-за комьюнити и возможности чего-то там. У них именно социальный элемент очень важен. И я ещё раз подчёркиваю, эта утечка не насрала технически. Технические дыры закрываются. Она не насрала даже с точки зрения финансовой, потому что это Амазон, б***ь, он не утонет от этой х***ни. Джеффри Бессы принесут не золотые, там, не знаю, какие-нибудь трюфели, да, на завтрак, а позолоченные. Не из чистого золота будет стейк Нурсета, а из позолота лёгкой такой, знаешь. Из сусального золота. Ну, ничего. Слушай, ну, в любом случае, короче, заканчивая про Твич, мы хотели ещё рассказать им интересные штуки, типа, про онлайн и про онлайн игры, как бы совершенно неожиданно. Про стриминг, да. Да, дело в том, что, короче, мы тут прочитали статью очень крутую на Хабре, чувак написал, вот. Я бы вообще был в восторге. Мы оставим ссылочку обязательно в шоу-ноутах, вот, про целое явление в Китае, которое называется Пэйвань. Вот. И вы такие думаете, что за Пэйвань? Типа, как бы, прикол в том, что, оказывается, в Китае существует целая специальная профессия, которую недавно признали официально, прям, профессией. Вот. которая как раз называется Пэйвань, и она в чём заключается? Есть девочки, которые работают вашими персональными эскортницами, но не в реальной жизни, а в играх. В смысле? Ну, то есть вы идёте, идёте рейдить или ещё там что-нибудь такое, типа идёте там фармить, как у енотов там, типа шкуры, вот, и так далее, и вы нанимаете себе девочку за от трёх до трёхсот долларов в час. Она приезжает к тебе, или что она делает? Нет, она просто с тобой в онлайне садится и играет. А, то есть такая, типа, окей, в зуме, давай встретимся, да? Типа того. Нет, ну и в Дискорде, или типа а-ля Дискорд, или вообще внутренний игровой чат, вот. И смысл в том, что многие из этих девочек, они, ну, как бы, как их отбирают люди себе? Они их отбирают, естественно, по голосу. То есть они даже не знают, как они выглядят. А, ну, то есть там вообще всё полностью. Виртуальная собеседница, да, виртуальная. Типа того, короче, который при этом ещё желательно умеет играть, как бы, да? То есть чтобы она была не бесполезной, ходила там, типа, и там, там, о, нитян! А что мешает её старшему брату играть вместо неё, а она просто его... Я думаю, что ничего. А она в Дискорде просто разговаривается. Ничего не мешает. Абсолютно ничего не мешает. Вот. И поговорил, что на самом деле о сельских районах Китая огромное количество девушек, миллионы, я сейчас не шучу, миллионы девушек пошли на это, как бы, потому что они говорят, типа, а нахрена я буду работать там в гостинице, я буду работать там официанткой, короче, или там какой-нибудь там массажисткой, медсестрой на ресепшене, да нахрена, типа, я буду работать лучше по имени, как бы, и буду получать нормальные бабки, буду дома сидеть, закрашенные... Причём Тимур так говорит миллионы, блядь! В стране, где полтора миллиарда населения, это... Так или иначе... Небольшая деревня. Ниша, ниша буквально. Но всё равно, как бы, это профессия, которая в итоге получила официальное одобрение партии, потому что позволяет зарабатывать деньги вполне нормальные. То есть это та самая кошка-жена? Ну, типа того, да? То есть тебе дают миска рис, нефритовый стержень, плюс 100 социальный кредит и один поивань-жена! Да! Да! И ты играешь с поиваньей-женой, и она реально ходит с ушками, с хвостиком, и тебе говорит... Кстати, у них очень интересно, у них друг друга называют, знаете как, короче, девочки называют тебя обязательно босс, ну, чтобы имена не запоминать, типа, и не говорить, типа, как-то... Как тебя там зовут? Хуй-хуй, Вань-ляу? Бля, я не помню, короче. Почему-то у меня это ассоциируется исключительно с Metal Gear M5, знаешь, там... Окей, босс! Короче, смысл в том, что, типа, в итоге, как бы, называют обязательно боссами, вот, и я сейчас попытаюсь вам прочитать... Б***ь, я не могу вам это прочитать... Короче, как это, б***ь, читается... Б***ь, а если я наберу translate... Короче, Missy, по сути, это читается примерно как... Или... Да, Missy, вот. Missy это, типа, милашка. Так. Ну, типа, cutie. Вот. Читается как Missy. Вот. И смысл в том, что они реально просто, ну, не запоминают, ну, поскольку... Ну, хуй не запоминаете, короче. Ты просто... Босс! Эй, босс! Я нашла енота! Давай! Короче, а ты такая... Милашка, возьми, пожалуйста, к себе в инвентарь мои три топора. Она такая... А, хорошо, босс! Какой у тебя большой топор, босс! Да-да-да. Вот. И прикол в том, что, типа, вот эти деньги за почасовую оплату, как бы, их не всегда хватает, и они выцыганивают у этих боссов, короче, подарки, которые... Ну, цифровые подарки, которые можно на всяких биржах, ну, я утрирую, типа, а-ля ножей в Country Country выцыганить и выменить последствия на бабки, ножевые, вот. Ну, и так... То есть, такой, типа, чаевые, но с помощью виртуальных товаров. Мне кажется, это какая-то проституция with extra steps, нет? Надо сказать... Ну, получается, виртуальная проституция. Цифровая проституция. Это, знаешь... Ну, только с тобой... Ну, только с тобой не е**ся, понимаешь? Блин, это даже круче. Так даже лучше. Причем, что еще интересно, как бы, пишут, что почти все фотографии, которые вот ты сейчас показываешь в нашей видеоверсии, почти все фотографии фейковые, как бы. Ну, то есть, они почти все выглядят не так, естественно, потому... И при этом... Вот этот мужчина вот внизу, вот он наверняка именно так и выглядит, так ты знаешь. Вот. Но в любом случае, на самом деле, очень интересное явление, как бы, если хотите почитать подробности о том, как это работает, как бы, для чего, чего, куда, почему, ну, и там всякие причины следственной связи, вот. Я вам советую статью, оно довольно прикольное, на Хабре, мы оставим ссылочку, вот. Ну, и само по себе явление, вы теперь, теперь вы знаете, now you know, как бы, что в Китае существуют вот такие вот поивань, которые с вами играют за бабки. Как быстро это приедет в Россию. Я думаю, что это уже, наверное, где-то есть, но, скорее всего, это работает примерно так, что, типа, что они сначала с тобой играют, потом говорят, так, а можно я к тебе в Москву приеду? А потом, типа, как бы, ну, в смысле, ты не хочешь жениться? Нет, не так, это в смысле, приедет, ну, не я лично приеду, а там моя тетя приедет, как бы, ну. И дядя Арсен. Да, и надо будет передать 30 килограмм хорма. Господи, что ты вспомнил? С какими мыслями? О, господи, ссылка для старичков. Да. Такая, типа, отсылка. Тут еще важно рассказать о другой истории, которая сейчас разворачивается, она более депрессивна. Сейчас вокруг Тайваня ходят всякие тучи на тему военного вмешательства Китая, там, Китай опять с Америкой бодается за Тайвань. Китай независимо что, оказывается, есть целая страна, которая не Китай. Это как, в смысле, как это? А что в смысле? Когда она перестала быть Китаем? Короче, история вся в том, что на Тайване производятся все ваши б***ьские ебаные микрочипы, которые сидят практически во всей вашей электронике, делает их компания TSMC, и компания TSMC прекрасно понимает, что у нее базирование только на Тайване на самом деле достаточно рисковое, со стратегической точки зрения в том числе, хер его знает, куда качнет мировую политику через года 3-4, она начинает потихонечку строить запасные аэродромы, и одним из таких аэродромов станет в 2024 году завод, который совместно с японским правительством, компанией Sony и производителем автозапчастей DINSO сейчас TSMC будет строить в Японии, причем на земле, которая принадлежит Sony, рядом с их заводом, который выпускает полупроводники для сенсоров. История важная, потому что она так неожиданно абсолютно всплыла в прессе, все-таки, да, слушайте, да, TSMC вот расширяется, но Sony, они на самом деле сотрудничают достаточно давно, потому что у Sony большой загруз заказов по сенсорам, поскольку смартфоны, автомобили, умные дома и так далее, они не справляются, у них не хватает заводов физически, и они сейчас часть сенсоров аутсорсят на TSMC, и, видимо, у них настолько хорошо развились отношения в процессе, что они вот об этой всей истории договорились, но почему это важно? Важно это потому, что, наверное, в 2024 году получится купить PlayStation 5 в магазине. или 3080, может быть, даже TI. Да, да, да. Короче, новости хорошие, потому что это все лишний раз подчеркивает, что абсолютно все компании в мире, включая абсолютно неожиданные, ну, то есть, почему там, например, присутствует в доле финансирования компания по производству запчастей? Потому что машинам чипов тоже нихуя не хватает. Тут еще важный момент, ты понимаешь, что правительство Японии берет и так вот 7 миллиардов баксов так, на, держи. Потому что это стратегическое вложение на ближайшие 30-40 лет, ты же должен понимать, что эта вся история очень надолго. Микрочипы менее нужными не станут. Ну, не знаю, смотри, какой завод построят. Может, там, не знаю, 50 нанометров. Нет, на самом деле они построят потому что и у Sony есть хорошая экспертиза и у TSMC, они уже плотно сотрудничают и не надо забывать, что Sony вообще-то, мы привыкли к Sony как корпорации, которая фильмы снимает, видеоигры делает, консоли, наушники. На самом деле у Sony достаточно долгое время, последние лет 5, до того, как PlayStation 5 вышла, основным доходом было производство полупроводников. Потому что они делают память, они делают сенсоры, почти все сенсоры во всей технике, а так или иначе от Sony стоят. Сейчас немножко Samsung на это поле залезать, но в основном Sony лидер просто на этом рынке. И они в полупроводниках давно, очень давно, и тот факт, что они с TSMC расширяются, это, в общем-то, достаточно логичная история. Я очень надеюсь, что не будет вот этой хуйни через 5 лет, что, знаешь, третья мировая, мы будем палками-копалками драться. Хочется 38 Ti. К тому времени, братан, надо уже думать, подождите, сколько через 2 года? Это должно быть уже 50-80 Ti, так-то, знаешь ли, по-хорошему. Конечно, конечно, все 5 штук. А потом, знаешь, а потом устроятся где-нибудь в Южной Корее розыгрыши, там будут люди в цветных костюмах с видеокарты драться. Тут Electronic Arts хочет отказаться от названия FIFA для серии FIFA. А почему? Ты знаешь, это очень интересная история, почему? Они зарегистрировали какое-то очень дебильное название, сейчас параллельно типа EA Football FC что-то такое, короче. Ну, типа, совершенно идиотский. Футбольный клуб, да. Да, футбольный клуб EA, что-то в этом духе. И мне кажется, это такая тактика по тому, чтобы FIFA не очень боковала на переговорах, потому что у них в этом году кончаются, точнее, в следующем году кончается договор о правах, которые они подписывали то ли в 2012, то ли в 2013 году. Им надо его продлять. И, естественно, FIFA будет ломить цену. Ну, типа, ваша игра же так охуенно продается, благодаря нашему имени. Пацаны, надо больше, надо больше процентов сделать. А EA скажет, у нас уже вот торговая марка зарегистрирована, все. Окей, ты просто на месте FIFA очень просто делаешь. Ты идешь к Анаме, говоришь, у вас название ефутбол какой-то. Можно мы у вас пес купим? Нет-нет, давайте вы будете свой вот этот PES, вот этот ефутбол называть FIFA 23. Нет, знаешь, что самое интересное? Вопрос решен. Я думаю, что Канами просто такие, б***ь, давай, мы готовы. Самое, самое увлекательное во всех этих переговорах, что даже если завтра EA реально поменяет название, и, ну, при этом они же говорят, что мы поменяем название, но оставим все клубы, то есть все клубы, все лицензии, все стадионы, все останется. У меня здесь только, типа обложка и сголовок. Люди все равно будут это FIFA называть. Ну, логично. Ну, то есть, б***ь, абсолютно все симуляторы футбола FIFA в России, абсолютно все кальянные играют Mortal Kombat, даже если это Tekken, вот, и абсолютно все кальянные играют в Gears of War. Почему ее нельзя назвать просто футбол? Это, это, видимо, фути. Знаешь, фути. Или, или даже не так, в этом, в Европе продавать это как, Electronic Arts Football, а в США Electronic Arts Soccer. Да? В чем проблема? Чтобы, чтобы у европейцев бомбило. Это знаешь, это как вот раньше было, какая-нибудь там, на какой-нибудь Atari, или на какой-нибудь там, не знаю, Dendy, б***ь, была игра, которая называлась футбол. Ну, и не было подзаголовка, б***ь, там, типа, EA, там, NHL, нет, б***ь, у них было написано футбол, б***ь, футбол назвал Soccer, точка, все. Ну, мне кажется, да, здесь плясок вокруг названия лиги многовато, но, мое личное мнение, потом поржете надо мной через год, когда будете это переслушивать, что ни EA, ни FIFA в итоге на такие какие-то тектонические шаги не пойдут, они где-то между собой в закулисах договорятся, и все, что мы наблюдаем, это подготовка к переговорам исключительно. А вы что, хотели нам FIFA продать задорого? Да мы отказаться можем, поняли? Да, абсолютно, б***ь, вот это вот и творится, потому что, если вы думаете, что большие корпорации чем-то отличаются от дворовой гопоты, только костюмами и речью. Ты, кстати, поиграл в футбол? Мы же с Димкой поиграли в 22-ю FIFA, у нас, если что, на канале есть стрим, потрясающий, где Дима технически попал в ворота один раз. Свои. Вот, в общем, мы поиграли немного в 22-ю FIFA, я могу сказать, что это не моя игра, это не то, во что я могу играть долго, или чему я могу уделять много времени, потому что мне абсолютно безинтересен футбол, ну вот совсем, капитально. Но при всем при этом надо признать несколько вещей, что, что бы кто ни говорил, игра прям реально очень качественно сделана, реально. Качественная? Серьезно? Тебе прям понравилась? она сделана очень круто, учитывая особенность того, что абсолютно все вещи, типа игроков, там генерируются процедурно, тебе же надо огромный ростер игроков запихнуть в эту игру, огромный ростер команд, вот, и очень хорошо чувствуется управление, очень хорошо чувствуется мяч, что он реально отвязан от ног, то есть он не по скрипту бегает, это была проблема моя, когда FIFA еще нажимала, это был восьмой или девятый год, вот, а второй момент, это то, что она расцветает, когда ты начинаешь играть с живым игроком, потому что вот мы поиграли с Димкой, мы абсолютно царски потупили друг на друга, совершенно прекрасно это было. Я могу сказать, что я вообще, в принципе, не очень люблю спортивные игры, но вот поиграв немножко, я могу понять, почему они популярны, ну, то есть у меня складывается впечатление, что вот эти все истории о том, что, когда нам рассказывают, типа, ой, уже давно-давно поиграли во все эти активности, там, типа, с другими игроками в онлайне или там, сингли, и никто в это не играет, все играют в фут, мне кажется, это, ну, немного такое преувеличение. Это чисто и воды гипербола, потому что я тебе могу сказать, что после того, как мы поиграли, на следующий день ко мне приехал, собственно, двоюродный брат жены, кстати, наш большой слушатель или фанат, он нам даже заносит иногда, и он как раз приехал, мы там поболтали, мы сели играть в фифу в хот-сид, то есть, вот, у него геймпад, у меня геймпад. Короче, как пацаны за каликом. Мы четыре матча сыграли, причем ему похуй на футбол, мне похуй на футбол, но это говно странным образом затягивает. Макс в кальянах, во всех, короче, в куче ресторанов в Москве. Да, я знаю, что там иксбоксы с фифами, я в курсе. Иксбоксы с фифами или плейстейшны с фифами, но, типа, это суперпопулярная штука. Короче, это реально очень хорошо идет под разговор, серьезно, под разговор, под бухло. В этом плане не мое, но я признаю, я теперь понимаю, почему люди от этого тащатся, я теперь понимаю, откуда такие бешеные тиражи, серьезно. Нам осталось теперь только в ее футбол поиграть, потому что мне теперь, блять, интересно, что же там так через жопу сделали. У меня установлен, давай, посмотрим на распределешенного месси. Представьте себе, насколько, насколько поменялся наш современный мир, что только что прошла Tokyo Games Show, и всем было похуй. Tokyo Games Show? Tokyo Games Show, да? Tokyo Games Show, да. Вы понимаете, что раньше в рамках Tokyo Games Show как бы показывали какие-то супер невъебанные, там вообще какие-то невероятные вообще штуки, рассказывали, там показывали, типа анонсы делали, там японцы там показывали какую-нибудь очередную персону, там типа или еще что-нибудь такое, и все такие, да, Tokyo Games Show. Просто в этом году, ну как бы, можно считать, что ее не было вообще. Но, очень случилась интересная штука. Дело в том, что на Tokyo Games Show выступила совершенно внезапно, вообще для всех, короче, компания, которая называется 110 Industries, типа 110 Industries, или, я не знаю, 110 Industries. Короче, это издатель, который, основан в России, издатель игр. Прикол в том, что как бы про него многие говорили, как бы, ну, пару лет назад, когда этот издатель, как бы, ну, на фоне новостей, типа там, с 2018-2019 года, привлекли довольно большое количество денег от разных инвесторов, включая, включая Романа Абрамовича. Ну, и все тогда такие, типа, ну, все, понятно, попил-попил, ищи, короче, ну, ну, Россия, игры, Абрамович, ну, в общем, все понятно. Короче, это, так скажем, паблишер-компания пошла на Tokyo Game Show анонсировать свои игры. Ты такой думаешь, ну, типа, очевидный вопрос, какого хера русские чуваки пошли анонсировать свои игры на Tokyo Game Show? Ну, типа, в смысле, зачем? выяснилось, что над всеми играми, которые они показали, работают, ну, почти над всеми, работают японцы. В том числе, очень интересно, игра, которую они показали, которая называется Wanted Dead, ну, типа, как бы, найти мертвым, вот. Такой, типа, зомби-слэшер, что-то среднее между Байонетт и Дэвил Мэйкраем, вот, где в главной роли некая Ханна Стоун, военная, короче, которая возглавляет отряд тайной полиции зомби-сквот в альтернативном мире в Гонконге, короче, и сражается с зомби, вот. Над этой игрой работает половина команды, которая делала Ninja Gaiden первый и второй. Это хороший знак, потому что я терпеть не могу Ninja Gaiden. Прикол, сам факт, что это, типа, хай-профайл игры, окей, мне тоже не очень нравится Ninja Gaiden, но это реально хай-профайл чуваки, которые приходят к русскому издателю делать, блин, игру. Я могу тебе сказать про этот 110 Industries, то, что они же сосветились в свое время, когда прислали Кодзиме череп. Помнишь хрустальный череп, который у него разбился? Да. И он написал в своем двидоре, что ему этот череп прислал Night Shuler. А Night Shuler говорит, не-не-не, я ничего и б***ь не присылал, вы чё? И тогда вот этот вот чувак, который у них там главный в этом 110 Industries, он говорит, это мы, это мы, типа, заявили о себе, и вот вам подарок, типа, такой. По-моему, Сергей Колобашкин, или как-то так его зовут, короче, вот. Но видно, да, реально видно, что вот эта игра, типа, условного там, Team Ninja. Но видно, что это игра, а не попилочная. Да, и видно, что это реально игра, это не попилочная. Игра выходит в 2022 году на ПК, PS5, Xbox Series X, S. Если честно, пока, ну, они пишут, что Early Alpha Footage, ну, да, реально выглядит, как Early Alpha Footage, но уже реально выглядит, как нечто, типа, такое, что можно было бы заценить, и, может быть, даже получится неплохое. Следующая игра, которая вообще непонятно что, потому что показали только там маленький рендер робота, и такой, типа, под музыку показывают очень медленно. Это Меха, ты будешь смеяться. Вот, да. Называется игра Vengeance is Mine, типа, ну, типа, моя борьба, вот, месть есть я. Нет, это типа, моя месть, вот, то типа, My Vengeance не так круто звучит, а Vengeance is Mine, типа, звучит круч. Вот. К этой игре никто не понимает, кто ее делает на данный момент, но ее делает некая студия, непонятно кто, короче, но якобы творческую роль, большую, в ней имеет Стефани Йостен, та самая, которая играла Монт. Монт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Монт. Корректор А.Егорова Монт.